Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео представляю вам обзор и отзыв на книгу Александра Силаева «Деньги без дураков». Почему инвестировать сложнее, чем кажется и как это делать правильно? Книга вышла в 2019 году в издательстве Alpino Publisher. На титульной обложке изображена картина «Сборщики податей» художника Маринуса Ван Роймерсвале. А сейчас перейдем к, собственно, обзору этой книги. Начну я с того, что зачитаю аннотацию. «Деньги без дураков» — это учебник по инвестированию для начинающих, пособие для трейдеров и введения в поведенческие финансы. Ее автор — практик рыночной торговли и рационального мышления. Предлагает по-новому взглянуть на деятельность инвестора. Автор показывает, где именно и как теряет инвестор. Рассказывает хитрости и уловки участников финансового рынка. Александр Силаев по образованию экономист и философ преподавал в Сибирском государственном техническом университете. Работал журналистом в красноярских журналах и газетах. В 2014 году он сменил буквы на цифры, как он сам говорит, и с тех пор живет на доходы с инвестиций и спекуляций. По признанию автора, в 2010 году, когда он начинал, такая книга, как ту, что мы сегодня обозреваем, сэкономила бы ему сотни тысяч рублей и месяцы жизни. Теперь посмотрим, из чего же состоит эта книга. Содержание. Введение. Кому? Что? И зачем? В первой части рассказывается про инвестиции. Часть первая называется правила инвестиций, обреченное большинство. Вторая часть это правила спекуляций. Считай, а не выдумывай. Третья часть правила среды. Презумпция виновности. Четвертая часть правила жизни. По лучшую сторону риска. И завершает этот довольно-таки увесистый фолиант в твердом переплете на 400 с лишним страниц с закладкой лясе. Завершает список интернет-источников, в которых вы можете больше узнать о инвестициях, спекуляциях и, собственно, деньгах. Эта книга действительно будет полезна именно начинающему инвестору-спекулянту, который только задумывается, а не пойти ли мне на фондовый рынок. И Александр практически всю книгу пытается отговорить читателя. Подожди, постой, подумай, зачем тебе это? В разделе по инвестициям он говорит, что лучше всего купить индексный фонд. Но индексный фонд не абы какой, а с минимальными издержками. Говорит, что чем меньше издержки индексного фонда на управление, а ведь управляющие фондом тоже хотят кушать, а хорошо кушать они могут только за наш счет. То есть за счет тех денег, которые внесли вкладчики в этот фонд. И Александр советует быть осторожными и считать прежде всего свою выгоду. Он приводит достаточно убедительные графики, показывающие, что фонд с минимальными издержками, там, 1% от суммы чистых активов. Намного лучше фонда с издержками в 1,5, 2 и более процентов годовых от суммы чистых активов фонда. Приводит график и показывает и сравнивает, что бы было, если бы такой фонд вложился в индекс S&P 500, точнее сказать, в акции, которые входят в этот индекс. И сравнивает этот фонд, если бы там было 1% издержек и если бы там было 5% издержек. И показывает, как издержки уменьшают совокупную доходность инвестора. Во второй главе он говорит про спекуляции. У Александра Силаева есть одноименный блог ВКонтакте «Деньги без дураков», где он рассказывает о своих спекуляциях на бирже. А в книге он дает развернутый ответ, почему для большинства людей спекуляции это зло. А также отвечает на вопрос, а как сделать спекуляции такими, чтобы они приносили пользу человеку. То есть, чтобы человек хотя бы не терял деньги. И он говорит, что на текущий момент достаточно иметь 2 прибыльные сделки и 1 убыточную. То есть, так называемый профит-фактор 1,5. Хотя, возможно, я неправильно его понял. Потому что я далек от этих тем. И дальше он рассказывает о том, как бы он построил свою спекулятивную систему. В третьей части он рассказывает о биржах, брокерах, банках и других околорыночных вопросах. И он говорит, что эти люди инвестору не друзья. Они посредники, посредники, которые тоже хотят заработать. Биржа берет свою комиссию, брокер берет свою комиссию, банки берут комиссию за перевод с расчетного счета на брокерский счет. Соответственно, все эти комиссии снижают общую доходность инвестора. Я сейчас еще раз взгляну на содержание. И в конце этой главы он рассказывает, в конце третьей части правила среды, он рассказывает про околорынок. То есть, про тех людей, которые продают инвестиционные советы. Автоследование. Что такое автоследование вкратце? Это когда кто-то на свой счет покупает акции, а вы, подключившись к этому счету тем или иным способом, полностью повторяете портфель этого человека. Это первый вариант. Второй вариант. Человек говорит о том, что он заработал за последние 10 лет, допустим, 20% в год. И каждый год он это зарабатывал. Александр Силаев говорит, что не стоит верить этим байкам. Поскольку не существует в настоящее время, ни в России, ни в Америке, нигде-либо, какого-то сервиса по достоверному подтверждению эквите того или иного участника рынка. Что такое эквити? Эквити это счет в динамике от года к году, который показывает эта таблица, где человек заработал, в каком году, в каком году он потерял, и сколько заработал и потерял. Чтобы можно было реально удостовериться, это во-первых, как предлагает Александр Силаев, а во-вторых, чтобы эти записи никто не мог удалить или подделать. Тогда таким записям можно доверять. И тогда тому человеку, который предлагает, допустим, то же самое автоследование или свои советы по покупке и продаже каких-то финансовых инструментов, тогда этому человеку можно было бы верить. А сейчас, говорит Александр Силаев, что каждый балабол может у себя на заборе, ну, забором сейчас является Телеграм, ВКонтакте, ну и другие интернет-порталы, социальные сети, написать, что у него была доходность 20% годовых в последние 10 лет. Проверить это никак невозможно. И в четвертой главе Александр Силаев рассказывает про правила жизни по лучшую сторону риска. Если первые три части были посвящены именно финансам и финансовым инвестициям, то и рассказ про риски, которые это несет, про издержки, которые это несет, то последняя часть рассказывает про жизнь. То есть, а собственно, задайте себе вопрос, а зачем вам? Может быть, лучше вложить свои деньги, которые у вас есть, лишнее время в самообразование и подтянуть свой уровень профессионального мастерства? Получить какие-то новые навыки, а может быть, сменить профессию, чтобы зарабатывать больше, чтобы вот того заработка, который у вас есть, вам хватало? Он отмечает такой еще немаловажный аспект, как знание. Он говорит, что неважно в какой сфере вы работаете, даже если вы считаете, что вы что-то знаете, вам следует сравнивать ваше знание не с знанием чего-то вами в прошлом, а со знанием чего-то похожего в этой же самой отрасли с сознанием другого человека или группы людей. Только так вы можете сказать, а знаете ли вы действительно что-то или нет. Это, конечно, был очень краткий обзор книги «Деньги без дураков». Сейчас хотелось бы под конец какие-то мои личные впечатления о книге. Во-первых, это была первая книга Александра Силаева, которую я прочитал, несмотря на то, что отзыв на нее выходит практически последним из трех. Другие две книги сразу после «Денег без дураков» я читал «Философию без дураков». Это больше гуманитарная книга, такой же увесистый, толстый фолиант. И Александр Силаев «Этика без дураков». Этика продолжает рассуждения, которые начаты в «Философии без дураков». Книга уже более тонкая. Несколько глав повторяются в «Этике» из «Философии без дураков», и несколько глав в «Этике» повторяются из «Денег без дураков». Ну, это издержки издания, скажем так, книг. Вот на эти две книги уже есть отзыв. Можете пройти по ссылкам в описании, посмотреть, послушать. На «Деньги без дураков» как-то не сложилось у меня до этого записать какой-то вменяемый отзыв, но вот сейчас я сподобился. И мои общие впечатления – это для новичков очень хорошо. Для тех, кто занимается уже какими-то финансовыми делами, я думаю, тоже будет хорошо, не могу судить. Вопрос о том, сподвигнет ли меня книга пойти по этому пути, скорее всего, нет. Потому что очень много информации нужно перерабатывать, смотреть за ситуацией, смотреть за компаниями. Ну, это, скажем так, возможно, дело не сегодняшнего дня. Возможно, чуть попозже. Возможно, никогда. Не знаю. Возможно, последует тому совету, что инвестировать в себя и развиваться в какой-то профессиональной сфере, далекой от финансовых рынков. Вот это хороший совет. В целом, книга понравилась. Побольше бы таких выпускали. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал. Это был отзыв на книгу Александра Силаева «Деньги без дураков». Поставьте лайк. Поделитесь этим видео в социальных сетях. А я благодарю вас за внимание. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»